Всем привет! Это Анатолий из магазина Жар Парков. Человек с гаечным ключом специальным. И сегодня будет разговор про такую печь. Её ещё, возможно, нет в продаже, когда вы смотрите этот ролик, а может уже появится. Это ноу-хау. Чё говорить? От термофора. Печка называется панголин. Травяная топительная печь-камин, как мы видим. Объём отапливаемого помещения в кубах 150. Габаритные размеры её 445 мм на 445 на 1350. Масса 145. Номинальная мощность 9 кВт. Объём топки в литрах 47. Диаметр дымохода 120. Рекомендуемая высота дымохода 5 метров. Как вы видите, печка... Вообще, ну, вы таких не видели. Я это вижу тоже первый раз. Посмотрите, какая красотка. Печка сделана на базе статики. То есть, если вот стоит рядышком статика, и это статика, то есть видно, что это конструктив более-менее одинаковый. Давайте проверим внутреннюю часть. Ну-ка, в статике как? Ну, то есть более-менее похоже, но не совсем. Значит, здесь... Не квадрат, здесь такая труба. Шов всего лишь один. Колосник. Здесь регуляция воздуха. Здесь зелёный ящик. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну и скорее. Так, вот увижу, так же, как у всех статик здесь широко, значит, здесь снизу там отверстие, через которое идёт воздух, попадает по этим трубам, вот в эту вот часть. И стекло не закапчивается, вот это. Это раз. Во-вторых, так же там наверняка идёт перегонка воздуха, из холодной-горячей, делает тоже по вот этим вот внутренней части всей топки. Она внутри, просто там как бы стакан в стакане, если сказать по-русски. Ну, посмотрим, что. Здесь верхняя часть. Там стоит отбойник пламени. Закроем. Ну, а теперь о самом интересном. Вот об этих вот красненьких кирпичиках. Это глина, специально обработанная, обожжённая. Это чугун. Вот это просто труба. На которую также повешены, интересно, вот эти вот лепестки из керамики. Давайте отойду. Подальше, чтобы можно было посмотреть целиком. Видите, какая красота? Как кирпичная печь, только намного красивее. Все вот эти вот кирпичики запатентовано. И крепление запатентовано тоже на ухаву. Сейчас покажу, как это всё дело делалось. Делалось. Смотрите, всё элементарно. Печка и труба к ней идут отдельно в поставке. Вот эта вот часть, на которую крепятся кирпичики, они идут в согнутом состоянии. Это вырубка лазером. Или, скорее всего, это вырубка. И вот такими вот ключиками покупатель вот так вот отгибает. Потом берёт коробку с кирпичами. Вот с такими, с чешуйками. Видите, клеймо, термофор. Одевает вот так вот в паз. И всё держится. И всё работает. Ну, естественно, то, что если масса печи в районе там... 145 килограмм, то это не просто прибор, который гоняет воздух туда-сюда, из холодного, горячий делает. Это ещё и как кирпичная печь хранит тепло. В общем, вещь потрясающая. Ну, давайте с той стороны посмотрим. В общем, это супер. Когда выпустят её, не знаю. Ну, в 2016 году она должна быть. Спрашивайте её. Ну, в первую очередь, она наверняка попадёт в фирменную розницу термофора. Это сайт термофор.ру. Потом, скорее всего, она появится у дистрибьюторов. Это сайт термофора, термофор.ру, раздел, где купить. Вот. Вот в первую очередь, я бы там её спрашивал людей, когда она будет. То есть, это вот, знаете, мне кажется, не для простых, прости господи, засранных дач, как у меня, а именно вот для людей, которые более эстетичные, чем я, у которых нормальный интерьер. Прямо супер. Ха, да это ж будут эти самые, как их, печники бурчать. Ха, этого печников в работу отобрали. С другой стороны, а по цене должно быть дешевле раз в два, чем печь из кирпича. А срок службы такой же, если не больше, потому что это всё-таки на заводе делали. Нет, ну, короче, увидите в магазинах, смотрите и берите. Чё ещё сказать, офигенно всё. Это был Анатолий из магазина Жарпарком.